Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о деле Ситкозы и Осета Матаевых, которое подошло к своему финалу. Это у нас в гостях Аминжан Касанов, публицист, политик. Здравствуйте. Вы, я так понял, читали материалы, посвященные последнему слову Ситкозы Матаева. Я так понял, необычная ситуация в том, что там уже все идет с открытым забравом, названной фамилии. Но вопрос, машина уже получила разгон, может ли это как-то повлиять на общую ситуацию? Да, конечно, последнее слово Матаева стало сенсационным, оно привлекло внимание, хотя все были в курсе всех перипетий и судебного процесса, но последнее слово стоит особняком, потому что в нем впервые названы конкретные фамилии действующих чиновников. Я думаю, что это в корне меняет ситуацию. Несколько времени тому назад, разговаривая с представителем комитета по защите Матаева, я говорил о том, что нужно говорить именно уже сейчас, во время судебного процесса, когда можно было бы пригласить этих людей в суд. Но мы понимаем нынешнее положение подневольной судебной системы, и мы понимаем, что судья районного суда не может пригласить у нас в Казахстане, не то что председателя Мажлисова, но районного Ахима не может пригласить. Поэтому, в принципе, я считаю, что такой шаг Сидказа Матаева оправданным. Оно прозвучало после того, как прокурор потребовал в 6,5 лет, никто не мог представить себе, что такой законопослушный, добропорядочный гражданин, как Матаев, заслуживает такого сурового наказания. Были разные версии, что скрывать там. В кулуарах говорили, что будет какое-то Соломоново решение, признают виновным, но не посадят. Соломон умер и мудрость вместе с ним, либо чувство меры. Да, будет найден такой компромисс, учитывая то, что судебный процесс был абсолютно таким бездоказательным в отношении вины отца и сына Матаевых. Поэтому я считаю, что последнее слово, это в корне меняет ситуацию, оно даже может стать катализатором некоторых политических процессов внутри самой власти. Тогда чуть-чуть давайте технические моменты разберем. Все началось с того, что хотели получить информационное агентство Кастак и здание Наспресс-клуба в Алматы и в Астане. В свое время, мы помним, например, у Гужьяна Хамитовна Иргалиевой свободу слова, такой раскрученный бренд, просто купили. Почему нельзя было купить эти же здания или предложить какой-нибудь вариант, ну пусть с дисконтом, учитывая кризис и, скажем так, жадность, ну с поправками на такие вещи. Но почему все приняло такие брутальные вещи? Очень сложный вопрос, потому что, когда мы говорим в целом о системе власти, мы говорим о каких-то общих тенденциях, но все-таки конкретные руководители, в том числе руководители администрации президента, премьер-министр, руководители силовых блоков и так далее, они все-таки имеют право и возможность корректировать общее направление в силу принадлежности или Голубям, или Кестримам. Поэтому я считаю, что это объясняется только этим. Это возможность любому чиновнику, я говорю обо всех, сейчас не конкретно, Нигматулина, Татубаева. У Клибанова не чиновник, как и олигарх. У нас олигархи, они почище министров, у нас есть олигархи, которым министры ходят на поклон. Поэтому я считаю, что само определение олигарха и его фамилии, это показывает нынешнюю уродливую политическую систему, когда один богатый человек, денежный мешок стоит выше, чем целый государственный институт. Это тема отдельного разговора. Но я хотел бы сказать следующее. Все-таки прозвучало все на суде. Это официальные мероприятия, есть протокол. Это не где-нибудь на частной встрече. Это первое. Второе. Названы конкретные фамилии достаточно высокостоящих чиновников, начиная с бывшего руководителя администрации, ныне спикера парламента. Я считаю, что сейчас эти господа должны, без того, чтобы журналисты за ними не бегали, не спрашивали их прислужбы, их реакции, не забиться в какую-то свою ячеиху от общества, должны, как в цивилизованной стране, раз уж они пошли в публичную политику, работают на госслужбе, взять и объяснить, насколько прав Сидказа Матаев, настолько его утверждение об их принадлежности к преследованию семьи Матаевых, бизнес-структур, общественных организаций, которые они создавали, насколько это правда или неправда. Я считаю, что сегодня, если сегодня 2.30, они сегодня должны ответить на этот вопрос, потому что молчание будет играть против них, если они считают себя публичными политиками. И в этом смысле я поддерживаю идею, которую сейчас уже прозвучало в сети, разные люди говорят о том, что нужна независимая общественная комиссия по расследованию именно фактов, которые изложены в последнем слове Матаева. Я считаю, что мое личное убеждение, что как человек достаточно лояльный к власти, как человек, который понимает изнутри механизмы функционирования власти, Матаев в душе надеялся, что его убедительные аргументы, его и сына во время судебного процесса, они все-таки восстановят в какой-то мере справедливость и не будет вот такого сурового наказания, которое никто не ожидал. Но прозвучало... Как то, которое требует. Требует, да. Теперь я думаю, что даже вот эта суровость, архи-суровость наказания, которые просит прокуратура, показывает, какие силы стоят за этим процессом. И теперь нужна действительно независимая общественная, с привлечением общественных структур, депутатов, авторитетных деятелей, лидеров общественного мнения, комиссия. Я думаю, что обе стороны, и Матаев, и те, кого он обвиняет, должны с этим согласиться, принять самое активное участие в работе этих комиссий, потому что обвинение прозвучало, и теперь нужно доказывать то, что ты чист перед законом и перед семьей Матаевых, или о тебе будет совсем иное общественное мнение. Я думаю, что вот такая комиссия должна в скором времени заработать, и в этом должен быть заинтересован, в первую очередь, сам президент. Потому что, а, речь идет о руководителе его администрации в бытность, б, идет речь о его первом пресс-секретаре, который до сих пор ни одного плохого слова о Назарбаеве не говорил. Наоборот, во время суда СИД-Каза говорил о том, что было поручение президента создать национальный пресс-клуб, поручение президента развивать информационную структуру и так далее. Поэтому я думаю, что сейчас первым заинтересованным лицом должен быть сам президент. У меня теперь несколько вопросов к вам, скажем так, к вашей журналистской ипостаси. Вы вообще видели, как выглядит госзаказ и формула его отработки? Ну, я знаком с этим явлением в нашей жизни. Я знаю многих людей, которые и раньше критиковали эту систему, которая дает возможность для двойной, тройной оценки деятельности по выполнению этого госзаказа. Это такое болото, где абсолютно чистым быть нельзя. И любая правоохранительная структура при своем желании может тенденциозно на свое усмотрение, с обвинительным уклоном оценивать итоги выполнения того или иного заказа. В принципе, что мы и наблюдаем. Да. И другой момент. То есть постоянно раздаются призывы или констатация, плач, что казахстанские СМИ неконкурентоспособны по сравнению с внешними игроками. Вот в этих условиях тоже где логика? То есть, с одной стороны, все признают такую проблему. И поэтому, по факту, идет игра против Кастага и вообще против независимых СМИ в Казахстане. Вот это противоречие, оно может быть как-то преодолено в существующем формате? Ну, это было бы очень интересно, если бы та же самая комиссия, которая, если она будет создана, помимо разбирательства с обвинениями в адрес конкретных чиновников, из Уст-Матаева могла бы заняться этим. Потому что я пока, я видел недавно, изучал концепцию, предложенную Министерством информации и коммуникации по изменению законодательства в сфере информации и коммуникации. Там есть ряд таких позитивных моментов, но такого коренного пересмотра структуры госзаказа, чтобы журналист, который, выполняя требования государственного заказа, остался бы честь перед законом, этого нет. Я думаю, что специалисты должны над этим работать. Без этого решения Дамоклов меч превратился в Матаевский меч, и Матаевский меч будет висеть над каждым главным редактором СМИ, который будет неугоден, извините, к очередному руководителю администрации, очередному премьеру, очередному руководителю Финпола. Большое спасибо. У нас гостя был Амиржан Касанов. Мы говорили о деле Матаева. До свидания. Спасибо.